Случается, да, но я скажу, что равенства на дорогах у нас никогда не будет пока. Я думаю, что пока я жив, в ближайшие лет 40-50 его никогда не будет. У нас в России так устроено, что а мой барин вот меня послал туда, а кто ваш барин и так далее. У нас всегда будет неравенство на дорогах, у нас всегда будут конфликты. Мы так почему-то устроены, что мы готовы пойти в драку, мы готовы пойти отомстить, готовы разбить стекло битой, готовы остановить там человека в тоннеле, выйти в шестером на девушку и так далее. Заставить ее извиняться. К сожалению, я не знаю, но Россия идет очень быстрыми темпами, потому что она становится все-таки более милосердной. Пока этого не будет. Есть резонансные дела, но, к сожалению, у нас есть покровители. Есть резонансные дела, когда человеку некому позвонить. Есть, к сожалению, дорога. Я считаю, это полное отражение то, что у нас сейчас происходит в России. Но то, что я считаю, что девушки-блондинки за рулем – это катастрофа. Или старенький пенсионер в очках – пожалуйста, убегайте от него на дороге. Все равно есть какие-то моменты, они шутливые. Блондинка за рулем – нот, нот абсолютно. Девушки за рулем – нот. Вот. Ну, пожалуйста, будьте просто милосердной дорогой. Правда, серьезно, можно просить все что угодно, извиниться. Мне нравится, что стали, когда трудная ситуация, тебя пропускают и мигает аварийка, значит, благодарят. Это появилось, слава Богу. Но, к сожалению, сейчас столько всего получается. Так что не ждите равенства на дорогах и так далее, и так далее. Нам еще идти, идти и совершенствоваться.